Когда мы учим современную эпидемиологию, может быть, некоторые показатели вам кажутся знакомы, но я употребляю другие слова. Это очень важно понять. Я это не переводила сама, потому что никто не должен переводить какую-то научную терминологию на другой язык без какого-то основания. И я использовала, Надя показывала вам, Джейнсон переводила Маирбук, она показывала вам контррегистрацию на русском, английский на русский. И там вы смотрите все эти показатели, я говорила вам. Если вы хотите узнать много, это на русском языке все. Это книга 1998 года, и мы будем это давать вам тоже в материале. Поэтому показатели, кажется, вам вы знаете, но вы употребляете другие терминологии. Но это самое главное, мы используем очень главную книгу. Понятно, да? А так я не смогу одна переводить всю терминологию. И вы сможете иметь даже свой национальный словарь для этой терминологии. Это было бы лучше. Но это много экспортов должны работать вместе. Так, начнем представление результата и статистическая отчетность. Так, представление результата – это основная задача работы. То, что вы делаете, да? Это подготовка и представление статистических показателей о частоте проявления онкологических заболеваний в популяции. Эта информация может представляться различными способами. Вы делаете отчет о заболеваемости, вы говорите о государственной отчетности, да? И бюллетен, канцерегистра, веб-сайт, научные статьи, пресс-релизы. Представляем результаты ваших данных можно быть представлено табулированными данными. Бюллетены, специальные отчеты содержат детальный анализ, выдвижение, проверка, гипотез, уже научный вопрос. Средства контроля качества регистрации данных. То, что Надя учила нас вчера. Так, представление результата может быть многим. Это тоже показано в многих странах. Некоторые, вот Санкт-Петербург здесь. Например, может представляться так. Так, книгами, таблицами, графиками. Так, отчеты о заболеваемости. Может, вы знаете намного больше, чем я, да? Основное средство представления результатов деятельности канцерегистра. Некоторые канцерегистры пишут намного, некоторые только таблицы. Это, и вы должны, мы будем сегодня дискуссировать об этом. Содержит информацию о всех регистрируемых типах рака. Обратная связь с врачами. Они будут знать, что происходит в их стране, в регионе. Обычно публикуется ежегодно. Ну, некоторые страны могут делать это в пять год. Это зависит. Для малонаселенных регионов, как я так сказала, можно на три или пять лет. Структура отчета о заболеваемости. Титульный лист, да? Знаете вы это? И потом вступительное слово. Ваше министерство или директ учреждения, руководитель должен сказать, как ваш регистр, программа помогает, проявляет то и то. Это самое главное. Это очень важно понять, так, вступительные слова. И потом основные положения. Мы суммируем важную, главную информацию. И потом мы походим в материалы и методы, описание регистра. Какой ваш регистр? Госпитальный, какой, какое население. Все это вы будете писать. Описание метод регистрации. Как вы видите, регистрируемый тип, возрастная группа, территорий деятельности. Какие классификации вы используете, какие информации вы используете. Те, которые мы спросили в презентации, да, только для пять минут. Те, те же самые информации вы должны... Тот, кто читал ваш отчет, понял, что это представляет. Какой канцер регистр, какое население. Четкая формулировка используемых отчетов, определений. Если это были переводены с английского на русский, ну, тоже скобка можно это делать. Мы говорим об этом, чтобы это было понятно. Вы даже можете писать определение, формулу. И данное население, как я говорила, статистические термины, что вы используете. И представление оценков результата и таблицы. Оценка результата. Нет вопросов, да? Вы делаете все это, да? По какой-то мере, по большей или меньшей мере. Каждый регистр должен считать в зависимости своей нужды. Но главное, если было так, это будет официально. Это ваша работа будет видна. Если вы спросите министерство других, сказать о ваших этих канцер регистрах, это тоже будет делать видным. Не только таблицу, ничего не понятно. Для вас это понятно, для других, некоторые используют тоже понятно. Но они не знают функции вашего регистра. Поэтому, если вы будете хотя бы первый доклад делать, и потом это только вы меняете числа. Если ваша кодирование, тогда вы скажите, кодирование у нас теперь кодировано так. Но основной материал будет тот же самый. И тогда и даже вам будет понятно, когда у вас новый работник, вам понятно, что вы говорите о вашем... Все ваши материалы вместе, в одном докладе. Хотя бы один такой начинать, и потом приложение будет в вашей нормальной таблице, где мы говорили о показателях, да? Необходимо представить информацию, облегчающую читателю использованные данные. Оценка результата, когда мы говорим не только-только таблицей, да? И те знают и понимают онкологию, они будут это использовать, понять. Но другие читатели, люди хотят финансировать ваши программы, иностранные люди, они не будут понять, что это за... Но если это объяснение там, и даже короткое, да? Это будет помогать им понять. Необходимо включать замечания и предостережения очевидным авторам отчета, но сложно для восприятия неподготовленного читателя. Каждый профессионал не должен считать, что все другие люди знают вашу профессию, да? И вы знаете вашу профессию, но, может, другие не понятны. Ваш министр может быть основан на другой специализации, например. Потому что никто не должен знать все, да? Поэтому у нас другие специализации. Необходимо упоминать малейшие изменения в методиках. МКБ О3, 2, 3, когда меняется все, понятно, так, значит, у них будет так. И тогда человек, знаешь, это будет понять, почему отчетность таблицы выглядит так. Особое внимание следует уделить следующим способам. Когда вы делаете много таблиц, посмотрите на согласованность числа случаев в каждом календарном году, распределение по локализации, достоверность диагноза, морфологическая верификация, посмертно учтенные случаи неопределенно первичной локализации. Когда вы читаете ваши таблицы, вы должны понять, эти понятия должны войти. Демографические данные, например, процент случаев с неизвестным возрастом, полом, местом, это будет менять результаты таблиц. Сравнение с соседними территориальными регистрами. Я думаю, вы очень хорошо делаете табличные данные. Содержимое как всей таблицы в целом, так и отдельных ее столбцов должно быть определенно максимально полно, точно и не допускать неоднозначных трактовок. Это, само собой, должно быть понятно. В случае, когда в таблице представлены производные величины, какие как показатели от общего числа или человека, вот мы должны объяснить. Недопустимо представление значений показателей без указания числа наблюдений, исходя от которых был получен показатель, как я сказала. Если что-то, какую-то группу вы исключили, объясните и так далее. Стандартный вид отчета о заболеваемости в число случаев новых злокачественного образования выявленных в течение определенного отчетного периода. Например, вы должны это тоже сделать по полу, по возрасту, то, что мы говорили утром, да? По полу, по возрасту или возрастной группе, коду заболевания. И обычно сопровождаются значением группых, по возрастных и стандартизованных показателей. И на многих странах они тоже используют кумулятивный риск. Тогда это очень хорошо. Теперь некоторые виды. Здесь у нас пример Белоруссии. Белоруссия. Белоруссия. Так мы видим, здесь видно, да? Это я показывала утром. Это теперь только у нас заболеваемость. Заболеваемость. Утром я показываю тот же самый график на смертные заболевания, но на мужчин и женщин. Эти все понятия мы должны понять, где, как мы поставим. Но это табличные формы, примеры. Это другое. Это я говорила, что здесь они делают опять на 5 лет стопроцентной заболеваемостью. И теперь здесь мы видим все возрасты, те, которые нету. У них все знают их возраст, например. И они пишут этот всегда age unknown, возраст не ясен, неизвестен. И там это повозрастные показатели, потом идет грубый показатель. Здесь какой показатель у нас? Прямой? Непрямой? Да. И здесь у нас кодинг. Например, Беларусь это было сделано в Аярке, в Маир. Это на 5 континентах, рак на 5 континентах. У них такая. Если вы будете делать такую таблицу, это уже интернациональный международный стандарт. И все информация там. То, что все вы учили, все уже там. И там вы здесь видите все раковые, все раки. И в некоторых странах для вас, если интересно, некоторые делают даже только для топ-10, например. И тому так далее. поэтому вы думали, что надо нам вычислять все это, потому что это мы используем в международных стандартах. Это уже развитая система. То же самое здесь для женщин. Таблица для мужчин и женщин будет тоже отдельной. Так, визуальный анализ данных. Это очень важно. Когда мы видим, это другое. Таблица это другое. Мы знаем информацию, где... Теперь мы знаем, что такое стандартный метод, аккумулятивный показатель. Мы можем понять так и так. Мы видим цифру и будем проверять. а также некоторые цифровые данные мы можем использовать как визуально, но на графиках. Легче воспринимается, объем данных должен быть ограниченным. Вы не сможете делать всю эту таблицу в одном графике, например. Вы должны выбирать, что вы хотите визуально, было видно другим. Диаграммы используют как наглядные пособия для понимания, а не доказательства связи или трендов. Это только для понимания. Должны сопровождаться табличной информацией, усовершенствованные таблицы и потом графика. Достаточно единицы понятной ссылки на текст. График должен быть понятен тоже из всяких текст объяснений. Типы диаграмм. Вы все знаете это, да? Столбоковые диаграммы. Например, мы можем использовать топ 5, топ 10, наиболее часто выявляем их локализация в вашей стране. У нас в нашей стране самые большие числа случаев рака, числа случаев или процентов, например, здесь. И остальное вы можете писать остальное. Вы можете сделать так. секторальный диаграмм круговой и линейные графики. Мы показываем линейные графики по возрастным показателям, временные реди. Когда мы показываем линейные графики, это должно быть непрерывно, как возраст. Но когда мы говорим какой-то топ 10, 5, мы используем столбиковые. Это зависит от какой переменной вы используете. Ваши переменные это непрерывный или дискретный, категорический, категорильный. Например, примеры здесь столбиковые диаграммы. Здесь у нас раки и здесь число. секторальная диаграмма тоже мы используем. Например, здесь мы используем топ наибольший рак с наибольшим числом. Можно показывать так. Так, у нас линейные графики. Когда у нас линейные графики, наши перемены должны быть непрерывными. Значит, это как часы непрерывные, на нашем случае возраст непрерывный. Это продолжается. Это математическая понятия. Это продолжается, и не прерывается, поэтому вы можете использовать линейные графики. Например, здесь мы показываем повзрастные показатели в 100 тысяч человек от 2003 до 2007 года. И здесь пищевод, рак пищевода, желудка и тому подобное. Вы можете показывать даже по одному. И когда у вас графики, данные показаны, если вы делаете презентацию вашей организации, вашему министру, это уже видность, это уже им понятно, что у нас это больше, это ниже, чем если только таблицы. внимание здесь тоже по мужчинам и женщинам всегда. Никогда делайте вместе. То же самое линейная графика. В этом случае мы используем Y, у нас используется возрастной показатель и здесь возраст и это у нас другие разные ракы. Самый с наибольшим числом случаев. И такие у нас. Так. Это презентация у нас три части, первые части закончились и хочу показывать мы начали использовать полный экран. Александр, помните, как вывести на полный экран? Я забыла. Полный экран и и Помогите, потому что я не использовала, это же другой Windows. А, по-моему, здесь даже тачпедом можно так расширять. Видно, да? Хорошо. Так, мы начали использовать такой репорт в МАИР. И мы начали делать отчет на таком содержании. И мы начали это использовать. В Монголии началось уже, потому что Монголия уже дала нам такой доклад с наибольшим текстом, где была информация о их регистрах и тому подобное, с таблицами и с их данными. И это бывший Советский Союз, страны бывшего Советского Союза и некоторые страны из МИРХАБ, а в МАИР. Мы начали только использовать, если это будем использовать, мы будем это распространять. Мы не говорим, что вы должны это делать, но это другой метод. Мы делимся, что мы делим там и какие содержания мы будем использовать. И там мы используем… Сначала вот здесь мы… Если вам надо сделать новый доклад такого рода, например, вы можете использовать это или выбрать то, что вам нужно. Здесь у нас основные положения. И самое главное, здесь мы должны опять говорить о ключевых сообщения заинтересованных лиц. кто у вас… Ну, или директор вашего канцердегиста, или министр. И потом мы говорим о стране, потому что никто другой не знает. Если это вы будете публиковать, никто не знает о вашей стране. И тогда это профиль страны. Краткое описание демографии и географии, включая контекстные карты, соответствующие страны. Вы не должны писать много. Ну, один параграф и карта, да? И это будет понятно зарубежным людям и всем. Они хотят финансировать то и что, хотят понять вашу раковую программу. Это им понятно. Регистрация рака и процедуры. Потому что, если вы будете писать это, вам будет сначала много… Монголия мне дает много материалов. А, у нас было такое… Change. Мы делали то так, мы делали то сейчас. Но они такие материалы собирают… Изменения. Изменения, да. Поэтому… И это очень важно. Для них и их тоже. Где же их материалы, их регистрации? Тоже. Ну, регистрация рака, процедуры и история предпосылка. Например, история предпосылка вашего канцерогистра здесь. И там вы можете писать краткое описание системы, здравоохранение мероприятий по борьбе с раком, структура канцерогистра, процедуры канцерогистра. Ну, я буду делиться с этим… У меня это тоже на английском. Это переведено тоже на… Если вы не хотите… Тоже на английском. И вы тоже будете иметь вашу сайт, если вы хотите использовать. Потому что для… Для некоторых стран, когда они начинают первый раз писать такой доклад, как люди делают в Норвегии, в других странах, им очень важно знать, на какое содержание им надо писать. Это займет много времени. И вы можете это делать как вам… Использовать это как вам угодно. И потому что такие понятия должны пойти, и какие информации у вас есть. В третьем идет процедура канцерогистра. Так, мы не пойдем по одной, но это вы будете… Там идет та же конфиденциальность. Как у вас… Вчера говорили, что у вас конфиденциальность, и вы не даете вручную. Например, вы пишите это. Не надо писать много, только эти материалы, ну, хотя бы кратко вложено. И тому подобное. Анализ программного обеспечения, описание статистических терминов, методов. И результаты, например, если мы видим результаты, это заболеваемость. И выживание, если это вычисляется. В некоторых странах это не вычисляется. А смертность, если имеется. И самое главное в этом мы хотели обратить внимание людей на качество данных. Поэтому в этом докладе мы представляем все эти данные, которые Надя нас учила вчера. И вы видите все это там. И в этом обсуждении вы должны писать, какие факторы надо учить при интерпретации результата. В нашем году, только это случилось в нашем регистрации так, может это повлиять результат. Вы должны это объяснять. Будущие планы контроля. Какие планы у вас. И необходимые меры получения данных. Как поддержка регистра или поддержка борьбы с раковыми заболеваниями. И такие, хотя бы минимальные такие таблицы вы должны. И потом вы всегда должны указывать, какую литературу вы использовали. И благодарности тем, которые помогают вашему канцерегистру. И приложение форм. Какая форма у вас. И тому подобное. Это такой большой список содержания. И вы можете это сокращать. Но если у вас надо писать такие репорты, это очень важно иметь какой-то гейт. Гейт, да? Так. Это моя третья, вторая часть закончится. Понятно, да? Это мы делим. Только что мы делим там. И если вам нужно, это на английском и русском языке. Юрий, у меня нет времени, да? Так, мы начали МАИР-проект. Это по-английски звучит конце Information and Research Development in the Foreign Soviet Union. И по-русски информация и развитие научно-исследовательских работ для раковых заболеваний в бывшем Советском Союзе. В этот проект проходят 12 стран. И написала здесь только первые страны с самым большим населением. Это ваша страна, потом Украина, потом Узбекистан. И, насколько я помню, другие страны где-то от 1 миллиона, от 2 миллиона до 9 миллионов. В целом, здесь не включено Эстония, Латвия, Лития, потому что они уже продвигались насчет канцер-регистра. Я думаю, Латвия это очень хорошо делает, например. И поэтому 12 стран уже включены. И тотальное население, общее население это очень большое. Вместе это 2 миллиона, почти 300 миллионов. Это очень большое население в мире. И самое главное, почему мы это включили так, соединили так, потому что у вас были общие системы. Особенно на медицинской статистике или на раковые канцер-регистры, система была намного похожа друг к другу. И чем мы будем сравнивать вас с Индией. Поэтому это было включено для простоты, чтобы группировать в таком форме. И мы будем писать, это на английском, технический репорт, технический доклад Маирс с названием «Заболеваемый раком в бывшем Советском Союзе». Потому что, например, в России только в Санкт-Петербурге включено рак на пяти континентах. И информации об этих странах не имеется. Но Белоруссия там, и нет даже Украины. Хотя у них хорошая система, но Белоруссия уже там, и только Санкт-Петербург из России, да? Украина уже в средний раз это вложено, да? Только трое стран. Многие другие страны имеют информацию, поэтому Маира о другим людям, ВОЗ, они должны знать, что происходит, да? Для того, чтобы вы поняли эту систему. И это будет звучать таким репортом. И спасибо за внимание. Представление репорта может быть, докладов данных может быть таким. От отчета таблиц до того, вы будете делать сравнение международного уровня, например. И все это используемые данные канцер-регистра. Для сокращения смертности заболеваемости в странах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...